Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики порадовали новой рулеткой. Обратите внимание, рулетка на WZM122TM в моем случае продлится еще 5 дней, на Объект 907 тоже 5 дней. Ну а что касается могильщика, на которого выставили рулеточку, то ее сделали всего на 2 дня. Ну то есть понимая, что данную рулетку будут крутить исключительно коллекционеры, либо те ребята, которые хотят себе могильщика взять чисто ради фана, или просто поиграть в рулетку в надежде за несколько буквально прокрутов данную машину забрать. Что касается количества прокрутов, здесь их не так уж и много, всего лишь 11 штук, но все 11 прокрутов обойдутся вам в 13630. И это действительно очень большая цена за могильщика, с учетом того, что в комплекте к нему вы особо ничего не получаете. Ну да, окей, там есть 30-50 бустеров, есть целых 2000 свободного опыта, 7 дней према. Ну про целых 2000 свободки, я думаю, вы понимаете, что я пошутил. То же самое касается и серебра. 50 тысяч серебром это меньше, нежели можно вывести за один победный бой на какой-нибудь годной фармящей восьмерке. Что касается 250 тысяч голды, то пускай это максимум 5 боев победных, ну а порой для многих игроков 2 победных боя при хороших результатах и на хорошем танке, опять-таки, где-нибудь на восьмом уровне. Целых 2 аватара. Зачем? Почему? Почему 2? Ну окей, если вот этот аватар тематически я понимаю, то вот этот аватар вообще никакого отношения к могильщику не имеет. Поэтому Медный Воин здесь, по-моему, положили просто для того, чтобы сам слот занять. Но лучше бы туда положили 2 мистических контейнера, из которых вы бы получили там какой-то свободки, пускай даже если сертификат не достали. Пишите, кстати, свое мнение по поводу наполнения данной рулетки, мне будет интересно почитать. Ну и типа то, что действительно круто, ну и на могильщике, да, действительно неплохо смотрится, это Огнегарпун. Что касается шансов выпадения, шанс на могильщика 0,08, что предполагает, что, соответственно, машину, скорее всего, будете забирать последний. То же самое касается и Огнегарпуна, поэтому получается, что данные 2 награды, они являются самыми крутыми. Если с могильщиком я еще согласен, то с Огнегарпуном мне приходится согласиться, потому что, ну в принципе, здесь нет более годного ничего, кроме самого могильщика, если его не брать в учет. Ну а что касается вот этого внешнего вида, камуфляж высокое напряжение, то опять-таки к машине не имеет никакого отношения. И на могильщике вы вообще никакой камуфляж поставить себе не можете, это для тех, кто не знал. Что касается могильщика, тачка интересная, прикольная, сейчас здесь пару прокрутов сделаю исключительно для вас. На данном аккаунте моем у меня могильщика нет, но есть на основе и на ряде других аккаунтов, но это уже совсем другая история. Поэтому чисто ради вас делаю несколько прокрутов, для того, чтобы показать, что там с двух, с трех прокрутов может выпасть. Дальше не вижу для себя лично никакого смысла крутить данную рулетку. Да и вам, в принципе, необходимо понимать, что данная рулетка, она целесообразна к прокрутам только в случае, если вы хотите самого могильщика забрать. И тогда у вас просто есть возможность теоретическая взять его дешевле, нежели полный ценник данной рулетки. Так, ну вот здесь интересно, сейчас явно будет что-нибудь очень годное, типа двух тысяч свободного опыта. Ну, давай, удиви меня, удиви меня сегодня, рулетка на могильщика. Нет, не удивила ты меня абсолютно. Короче говоря, ребят, вот такие вот шансы, три прокрута, и я считаю, что я бездарно слил данную голду. Ну, просто по той причине, что я ничего нормального за эти прокруты не получил. Я потратил вроде бы немного, 330 голды. Но 330 голды, да, разделить на 50 голды в день по просмотрам рекламы, и получается, что мне необходимо будет неделю смотреть рекламу для того, чтобы компенсировать себе затраты. А получил я с этого 300 тысяч серебром, который и так могу, в принципе, заработать. Даже на пятерке какой-нибудь премиум наиграя, ну и плюс к тому целых 2000 свободки. Ох, нафармил, так нафармил. Ладно, перепрыгиваем ко мне на основной аккаунт, а там поговорим о могильщике и выкатим его из ангара. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Могильщик. Как вы видите, есть у меня на основном аккаунте, и в свое время я его приобрел на новогоднем аукционе много лет назад. Тогда я мечтал об этой машине, потому что это истинный источник фана, ну и крайне нестандартный по внешнему виду танк в нашей игре. И играя на нем, ты ощущаешь себя действительно каким-то не таким, как все остальные игроки. То есть играешь не на банальщине. Понятное дело, что он сейчас существенно поблек, с учетом введения огромного количества новых машин в игре. Ну и плюс к тому, его довольно-таки не кисло подкосила лесная ведьма, которая, по моему скромному мнению, ну поинтересней будет, нежели могильщик уже на сегодняшний день, потому что у нее великолепное орудие с системой дозарядки. А могильщик у нас обладает обычным цикличным барабаном. Ребят, эта машина абсолютно не предназначена для того, чтобы на ней гоняться за средним уроном, за, не знаю, там, нагибом каким-то крутым. Это чисто фан-машина и не более того. И от этого, ребят, тогда уже необходимо отталкиваться. Нужна она вам или не нужна. Если вы планируете на ней держать средний урон, если вы на ней планируете постоянно побеждать, ну, я бы не рекомендовал тогда данную машину к приобретению однозначно. Что мне нравится? Мне нравится то, что время перезарядки магазина всего лишь 11 секунд. Дальше у меня есть целых 6 выстрелов. Да, пускай с никчемным уроном в 90 единиц, но вполне себе нормальным пробитием. И, я бы сказал, великолепной скорострельностью. Чуть более полусекунды перезарядка снарядов между собой в магазине. Ну, такой себе пулемет. Стоит отметить, что есть существенный минус у орудия. А точнее их два, лично для меня. Первый угол склонения орудия вниз всего лишь минус 5. Это действительно очень большой минус по данному орудию. Ну, а второй минус, который действительно очень туго играется на средних и дальних расстояниях, то это минус в отношении времени сведения. Дело в том, что вы, откинув снаряд, потом, даже несмотря на то, что вы перезарядились, должны подождать, пока орудие сведется. А если вы этого не сделаете, то ваш снаряд полетит, ну, в любом направлении, кроме того, куда вы хотели бы, чтобы он все-таки приземлился. Что же касается самого танка, то я бы сказал, что машина продолжает быть фаново и интересной, но только в случае, если вы играете против себе подобных семерок. Но, к сожалению, в последнее время могильщика бросает, в том числе к восьмеркам, и происходит это довольно-таки часто. Ну что, ребят, берем машину и поехали попробуем покататься. Итак, ребят, двинулись, поехали, попытаемся что-то сделать. Не совсем понимаю, почему наши тяжи не поехали в город. У нас преимущество по количеству тяжелых танков, можно было бы нормально город продавить. Ну ладно, не поехали, да и не поехали. Что касается отыгрывания на этом фланге, на могильщике, забегая наперед, не очень удобно, исходя из никчемного угла склонения орудия вниз. Ну и плюс к тому, здесь очень часто приходится перестреливаться с вот этих вот позиций, с ребятами, которые на точке А находятся. Ну и, соответственно, здесь, ребят, вот видите, время сведения, ну, не езгуд. И вот вам, без полного сведения, к чему это все приводит. Именно поэтому играть на могильщике на средних, и уж тем более на дальних расстояниях, ну, я бы сказал, ну, просто дико дискомфортно. Вообще, если вы на этой машине заезжаете куда-нибудь на направление средних легких танков, приходите им лоб в лоб, ну, там вам прям цены нет, особенно если есть хотя бы один союзник в виде поддержки, то просто разносите всех в щепки, и на этом все заканчивается. Что касается попадения данной машины, или попадания, как правильно, поправьте меня в комментариях, к восьмеркам. Ранее к восьмеркам попадал очень-очень редко. То есть, попасть к восьмеркам, это, по-моему, диво-дивное какое-то было. Ну, и, соответственно, в таких боях приходилось просто немножко перетерпеть и надеяться на то, что у тебя все получится. На сегодняшний день все чаще и чаще к восьмеркам данную тачку забрасывает, и это действительно доставляет дискомфорта. Сейчас повезло им, сейчас играем против шестерок-семерок. В принципе, играем в той стихии, где ему и место. Ему место на своем уровне, и уж тем более он просто шикарен для того, чтобы разносить соперников, которые младше будут вас по уровню. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас получу тычку, понятное дело, от товарища Криуса. Так. Секундочку. Сейчас я закончу здесь кое-что и продолжим разговор. Так вот, ребят, продолжая разговор, хочу вам сказать следующее. В последнее время в продолжении темы того, что его бросает к восьмеркам, я заметил, что куда-то ушли вот эти вот типичные, я бы назвал уже тогда, получается, стереотипы по поводу того, что кого-то куда-то кому-то не забрасывает. Сейчас в игре забрасывает всех, куда попало, и если вы помните, раньше, допустим, того же самого уничтожителя никогда не увидел бы ты в бою без такого уже уничтожителя в команде соперников. То есть раньше всегда был уничтожитель в одной и во второй команде. В последнее время я неоднократно наблюдаю, что в команду забрасывает один уничтожитель, но и в противоположную команду ни одного. Вот так вот получается, что все-таки вот эти вот стандартизированные какие-то моменты игры, они потихоньку сглаживаются. И теперь уже, играя на уничтожителя, ты можешь быть единственным уничтожителем в бою, и у соперника его может и не быть. Ну а что касается могильщика, то вы довольно-таки часто будете посещать бои, в которых против вас будут играть восьмерки. И вот заканчивая данную тему, играя против семерок и шестерок, это чистый фан, веселье, расслабуха и великолепный нагиб. А что касается, ребят, игры против восьмерок, то это довольно-таки тугое, тугое занятие, которое не всегда будет доставлять вам удовольствие и веселье. Что касается манеры игры, манера игры хаотичная, то есть здесь особо нет никакой тактики, стратегии, это не стандартный тяж, на котором необходимо как-то там ромбовать и отыгрывать от башни, это просто вот тачка, на которой ты, не думая ни о чем, врываешься в бой, едешь и просто всем кулаками размахивая направо и налево, в кого попал, в того попал. 1530 единиц урона, два уничтоженных соперника, мне кажется, вполне себе заслуженная победа. Что касается результатов по фарму, то если я правильно помню, у меня там в начале боя были бустерочки включены, поэтому кому надо, возьмите калькулятор, отминусуйте, я думаю, вы поймете, что эта машина не для фарма в принципе, эта машина исключительно для фана. Как видите, бустеры кредитов мне предоставили 40 тысяч серебра дополнительных из 64, ну будем говорить 65 тысяч. Что касается результативности в разрезе команды, то здесь мы занимаем упрямое второе место, с существенным отрывом нашего союзника, за что мы, в принципе, лайкосик ему и влепим. В общем, ребят, суммирая, возможно, повторюсь в чем-то, но так или иначе, вы должны понимать, что данный танк, это исключительно машина для коллекционеров, это исключительно для фановиков, и для тех ребят, у которых есть свободная голда, потому что, по большому счету, если оценивать данный танк именно как просто танк, то его золотая цена где-то, наверное, тысяч, эндек пять с половиной шесть, потому что это семерка, не фармищая, ну, так, знаете, вот с натяжкой. Понятное дело, что своих 13630 танк не стоит однозначно. Ну, а что касается того, что даже если вы его достанете на, допустим, там девятом прокруте, включительно, из одиннадцати возможных, то есть, то, что я говорил в одном из предыдущих видео по поводу того, что в рулетке есть вот эти два последних прокрута, на которые, как правило, и приходятся самые ценные награды, в нашем случае это вот этот вот товарищ могильщик и огнегарпун, который можно на него поставить. Камуфляж, который в рулетке есть, как я говорил, не нужен, потому что вы не можете внешний вид данной машины поменять, а что касается огнегарпуна, ну, да, классно на могильщике смотрится, вопросов нет. Но в любом случае, даже если вы за девять прокрутов из одиннадцати возможных его достанете, то все равно танк с всякого рода безделушками, а именно такими, я считаю, вот эти вот призы в других слотах, заплатите восемь тысяч сто тридцать, что для данного танка тоже довольно-таки дорого. Если я правильно помню, то его даже на новогоднем аукционе продают дешевле в голом состоянии. Ну, и лучше уж подождать, пока его будут точно так же продавать, нежели крутить рулетку на полную. Ну, пожалуйста, снимаю следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне. Желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok